Ну вот, дорогие львы, немного мы совсем с вами опоздали с гаданием на октябрь, а посмотрите, за окном уже совсем-совсем осенняя обстановка, так рано темнеет, так жутко холодно ночью. Это я делюсь, я думаю, что вы должны понять меня, да? Вам близки должны быть именно львам вот эти вот страдания о тепле, о жаре, о вечном празднике жизни, или вы должны не любить осень, мне это так представляется. Впереди октябрь, и заинтересно вот эти затмения, естественно, они на слуху, без конца про них все говорят. Какие-то выводы вы, наверное, уже сделали, одно 14-е, другое 28-го, про солнечное. Есть отдельное видео на моем канале, можете найти его для льва посмотреть, видите, я там говорю, в каком доме у вас от затмения, и на картах мы тоже смотрим кое-что. Вот, про лунное отдельно поговорим, если будет нужно. Еще заслуживает внимание транзит Меркурия в весах. Вы знаете, Меркурий – планета важная. Мы все всегда важны, и положение Меркурия в натальной картете, оно ведь еще более показательное, чем положение Солнца. Даже внешне, да, люди одеваются по Меркурию, где у них Меркурия в городской опирождении, разговаривают, работу выбирают, это все по Меркурию. И точно так же вот в любой момент нашей жизни, для льва или для любого другого знака, именно вот в каком знаке Меркурий, такое это и время, такой дух, дух этого октября, он такой вот, Меркурий в весах. В Меркурии в весах, во-первых, это хорошо, начнем с того, что знак дружественный для планеты. Это время, внимание, переговоров. Время переговоров – это время, когда можно и нужно договориться. Используйте вот этот период с 5 до 22. Октября используйте, если вам надо кого-то уговорить, кого-то подговорить, с кем-то найти общие интересы, с кем-то объединиться, с кем-то найти взаимопонимание, контакты и так далее. Вот это время, оно как будто специально для этого создано. Правда, еще он, конечно, в Меркурии в весах колебательности придает, то есть нам, ну а как мы хотели. У любой медали есть оборотная сторона, да? Мы знаем, что всегда что-то хорошее приносит, любой транзит, любой планет, но что-то плохое. Так из плохого этот Меркурий в весах делает нас всех неуверенными и сомневающимися. То есть не удивляйтесь, если вы вот сейчас, когда смотрите видео, прям каждое утро думаете, какие носки вам из ящика выбрать, надеть на сегодня. Вот. Это тоже Меркурий в весах. Он заставляет нас всех без конца мучиться, маяться с выбором, с каким-то... Ну ладно, первая карта для льва. Давайте старший аркан. Общий совет или общая такая харизма, общее настроение. Октября для льва. Вообще, по ощущениям, львы в полном порядке сейчас, да? Вот скажите мне, я сомневаюсь? Ох! Карта великого везения вам достается. Колесо фортуны называется «Десятый аркан». Даже в частных гаданиях, в личных, многие эту карту ждут. Ой, достаньте мне колесо фортуны. Я хочу, чтобы мне судьба выбросила такой лотерейный билет, выигрышный билет, счастливый. Хочу сама ничего не делать, чтобы мне просто все в руки упало. Ну, в принципе, вот она про это, да, эта карта говорит, что львам многукратно, ну или ладно, однократно, но по-большому, да, очень в этом октябре повезет. Так что отпускайте поводья, не сильно контролируйте судьбу, потому что она этого не любит. Она вам не девочка какая-нибудь, вот. И ждите раздачи призов, ждите какого-то необычайного везения. Настроение у льва в этом октябре какое будет? Первое про настроение достаю карту, не знаю почему. Хорошее такое, знаете, ну, скажем, тихое. Карта жрица вам выпадает думать, учиться, знать, молчать. Вот такое будет настроение. Будет ощущение, что вы проходите какие-то жизненные уроки, этапы, ступени, что-то познаете. И почему-то не слишком хотите с ближними этим делиться. Жрица – это такая женщина, полная тайн. Чьи-то секреты, в том числе чужие, узнает. Но не торопится рассказывать, в бухгалтерию не бежит, сплетни не несет, а все как бы копит в себе. Ну и это все, конечно, шутки. Самая главная карта про учебу и знания. То есть это месяц накопления знаний. Иногда, все понятно, профессиональные знания, да? То есть учитесь на курсы повышения квалификации, например, идете, и будет такое настроение. Знаете, вот бывает в тишине читального зала впитывать, впитывать, да? Знания, мудрость, какие-то формулы, какие-то цитаты, вот это все. Вот жрица, она про это, когда вот вы как губка становитесь, как губка для информации. Ну, информация, опять же, разная, может быть. Да, я сказала, от сплетен каких-то ненужных, чужих, до озарения или каких-то откровений, может быть, даже духовного толка или религиозного толка. На работе Львов что ждет? На работе Львов ждет шестерка мечей, что ли? Смена работы, что ли? У вас смена работы. Внимание, смена работы. Очень даже близко вы оказываете. Вот эта карта шестерка мечей про дороги, лодочку, не зря на ней всегда рисуют. Она именно про дороги. И именно эта карта говорит, что смена работы, вынужденная, внеплановая, не обязательно, конечно, плохая, не обязательно драматическая, да, какая-то трагическая, но, тем не менее, очень близка. И это может быть просто дорога, связанная с работой, например, командировка, или если ваш офис, вашу фирму, вашу компанию, там, ну, офис, да, переведут куда-то, и вам придется ездить на другую улицу, в другой город или в другую страну, ну, такое тоже бывает. Шестерка мечей по-старинному называется дорога за море. Но мы понимаем, что за море, это здесь, в нашем случае, конечно же, метафора, потому что на лодке никто из нас, наверное, уже никуда, далеко не поплывет, правда? Хотя, с учетом последних новостей, поэтому надо понимать, что что-то меняется, меняется вне вашего плана, меняется вне вашей воли. Именно шестерка мечей символизирует, олицетворяет судьбу, которая в спинку вас подталкивает. И говорит, так, ты засиделась здесь, деточка, ты засиделась в этом месте, засиделась на этой должности, засиделась с этим проектом, в конце концов, если речь идет о бизнесе, и пора что-то менять. Считается, что именно шестерка мечей, карта, очень-очень переживательна, когда она приходит и приносит вот эти перемены. Это трудно, с таким волнением очень трудно справиться. Много-много волнений, но перемены, смена работы прямо очень похожа. Далее деньги у льва. О, ваша карта, что ли? Ну, солнце, с деньгами-то как все хорошо. Смотрите, если с шестеркой мечей вас принудительно сократят на работе, не спешите расстраиваться, потому что карта солнца вам обещает очень-очень хорошая, отступная, очень хорошая, настолько хорошая, что, может быть, вы вслед за уходящим летом сможете отправиться на далекие экотропические острова, правда? Ну, карта солнца не нуждается в комментариях ясность, счастье, везение, обилие ресурсов, очень хорошее понимание и владение ситуацией. Потому что, знаете, солнце в гадании на деньги обещает не только успех, вот не только сами деньги, да, которые приходят, оказываются в ваших руках. Солнце, и что мне кажется немаловажно, обозначает еще и очень четкое понимание. Это вот момент, когда вы все знаете, посчитано, предсказуемо, сколько есть денег, сколько было, сколько будет и сколько может быть. То есть этот вот момент такой, знаете, кристальной, кристальной ясности, кристальной честности, и это очень хорошие перспективы. Правда, считается, что карта солнца любые перспективы тоже ограничивает определенным сроком. Словно говоря, это, ну, знаете, здесь каллегория идет. Солнце же встает, и мы все радуемся рассвету, но мы все должны понимать, что оно и сядет, зайдет неизбежно в положенный срок, в положенную минуту, и ничего нельзя сделать, мы это никак не остановим. И какая-то для вас похожая история здесь с деньгами. То есть, ну, какой пример можно привести, например, с этой картой вы можете получить очень выгодный контракт, например, на работу, приглашение на работу, действительно отличные деньги, действительно отличные условия, но вы понимаете, что это временно. Контракт, ограниченный там шестью месяцами или шестью годами, это не важно. Самое главное, что это какое-то очень посчитанное время. Вот. Но радость, счастье, это не исключает, это все равно прекрасно. У карты, видите, какие крупные, ответственные, но хорошие достается льву. И пусть еще про любовь также нам колода что-нибудь интересненькое такое расскажет. Но неприлично темно уж. Так, про любовь. Ох ты, еще лучше. Карта императрица. Ведь жрица и императрица в одном маленьком раскладе. А это знаете, о чем говорит? Это говорит о женских делах, о буйстве или... Как это? Испутствие женских именно энергий. Представьте, что это женский месяц для вас, октябрь. Представьте, заниматься женскими делами. Условно говоря, женских дел тоже много, как и мужских. Да? Женские дела. В кому что в голову приходит? Женские дела – это, например, квасить капусту на зиму. Ну, женское же дело, правда, да? И в то же время беременеть и детей рожать. Несопоставимые, да, по накалу задачи. Задачи, но это тоже женские дела. Поэтому вот смотрите. Образно говоря, вам в этом октябре судьба предлагает почувствовать себя женщиной, заниматься и женским здоровьем. Что там еще? Может быть, учеба женская может быть, да? Раз вам предстоит учеба. Учитесь вы каким-то женским делам. Ну, не знаю, на косметологу учитесь, на визажиста учитесь, ресницы клеить, например, в конце концов, да? То есть, это... Эти две карты вместе говорят, что вы будете окружены женщинами, вы будете окунаться именно в женский мир. Это могут быть знакомства именно с женщинами, очень интересные, какие-то полезные для вас. Вы можете встретить, опять же, ту же жрицу на жизненном пути. Условно говоря, жрица – это как бы фея крестная. Это может быть тоже учительница, наставница какая-то, которая вас по жизни проведет там с успехом дальше. Вот. А императрица, она вам выпадает на любовь. И она говорит о наличии любви в вашей жизни. Она очень хорошая для нового знакомства. Да она, по-моему, здесь беременная как раз. Ну, вот, понимаете? То есть, такая отсылочка есть именно к материнству какому-то, возможно. То есть, ну, на всяких стадиях. Может быть, вы в этом октябре просто встретите человека, от которого вам суждено родить ребенка, например. Да не одного еще, может, четырех. Вот. Поэтому щедрая императрица, щедрая женщина, любящая. Что она вам посоветует, да? Конечно, сердце раскрыто держать. Любить, отдавать, не жадничать. Любовь, которая в вашем сердце, ее нужно показать. Ее же надо комфортно, грамотно до другого человека донести. Как я считаю. Далее, дом и семья для льва. Опять старший аркан, что ли? Какие крупные карты вам выпадают. Карта маг. Тоже волшебная. Видите, мы про магов, про волшебников заговорили. И колода нас. Такое часто, кстати, бывает, будто бы услышала. Маг на дом, на семью. Ответственная карта для вас, потому что она про время. Она советует вам поторопиться с решением каких-то семейных, домашних вопросов. То есть надо решиться. Ну что там у вас назрело? Не знаю, переехать, дом купить или продать наоборот. Отправиться в ту же дальнюю дорогу. Или создать семью. Или, наверное, разрушить для кого-то семью. Или как-то переставить на этой шахматной доске. И перетасовать вашу семейную колоду. Но карта мага всемогущая, могущественная такая. Она именно говорит о, так же как императрица, о наличии ресурсов. О том, что в ваших руках будет вот эта условная волшебная палочка. Куда захотела, туда и махнула. Как захотела, так и решила. Как захотела, так и сделала. Но вопрос в том, что именно надо захотеть. Вопрос в том, что надо именно решиться. Именно настоять. Именно прорыв какой-то совершить в семейных делах. Вот. Про время. Самая главная карта говорит про время. Вам нужно торопиться, может быть, проблему какую-то домашнюю, семейную или жилищную. решить. Ну что ж, дорогие львы, я очень рада, что вы со мной. Спасибо. Увидимся.